Здравствуйте! На библейском портале Экзогет мы читаем книги пророков. Сегодня речь пойдет о пророке Иеремии. Он жил во второй половине седьмого века, через примерно сто лет после Исаии, и призвание на свое служение пережил в 626 году до н.э. при царе Иосии. Он был самым священником. Это было время, когда иудейское царство, как и царство израильское, то есть северное, переживали времена гибели. Прежде нападали ассирийцы, была зависимость от Египта, и вот наступило время падения под натиском халдеев, вавилонского царя Набухдоносора. В 605 году покорил Палестину царь Набухдоносор. До этого, в 612 году пала Неневия, и царь Иосия погиб в 609 году в битве при Мегиддо. В 597 году произошла осада Иерусалима, и увод в плен части населения Иерусалимлян, вавилонский плен, первая волна плена. Разрушен Иерусалим, и погиб храм в 587 году. Пророк Иеремия предвлекал каламным образом бедствия, хотя был человеком не такого гневного нрава, наоборот, скорее нежного и тонкого, но ему пришлось быть вестником гибели, но, как и все другие пророки, не только гибели, но и восстания по милости Божьей. Он в 20 главе своей книги свое такое глубокое подавленное состояние от этого зрелища гибели передает так, как и когда-то Иов в своей книге. Проклят день, в который я родился, это действительно так же, как и многострадальный Иов, повторяет он. Пророк Иеремия отличался глубокой личной верой, любовью к Богу. Его призывы последовать за ним, послушаться Бога, были связаны с таким переживанием, что не ради какой-то собственной пользы, там, устройства в жизни, человек должен слушать Бога, а ради собственной любви к Нему, в исполнении той первой заповеди, которая с самого начала была, есть и для нас с вами тоже будет главной заповедью. Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всем помышлением твоим и всей душою твоей. Пророк Иеремия подготавливал сердца к встрече Нового Завета. Он предиктовал свою книгу, своих пророчеств Варуху, ученику своему. Этот свиток, записанный Варухом, был сожжен, потому что Иеремия подвергался преследованиям, но потом установлен. Тут и в этом свитке пророка Иеремии и утешительная поэзия, и описание страданий. Вот как он описывает свое призвание. Это в первой главе книги пророка Иеремии. И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народу поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что побелю тебе скажешь, не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Вспомним похожую минуту в призвании пророка Исаии. Касается уст Исаии углем из кадила Серафим. Касается уст Иеремии, Господь. И он становится пророком, говорящим слова Божьи. Дальше пророк и не однажды в своей книге передает веление Божие или поучение в символических видениях. Вот что в этой же первой главе говорится о видении миндального дерева. Это миндальное дерево, процветшее, для иудеев был символом бодрствования, бодрствующее дерево, так говорили о миндале, потому что он засветает раньше, чем появятся на нем листья, это дерево. И вот пророк видит, и было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствовал над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Итак, первое видение – это жезл миндального дерева. Слово Господне бодрствующего Бога исполнится. И дальше Господь дает ему видение кипящего котла. Кипящий котел как бы с севера поддуваемый – это символ того, что с севера найдет войско, и начнется осада, и начнется бедствие, пожары и разрушения. Мы говорили, что порок Иеремия во многом как бы предшествует тому, что узнает народ избранный в Новом Завете. Вот посмотрим, как послушаем, что говорится во второй главе, в 13 стихе. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Так укоряет Господь через Иеремию народ свой за неверие, за измену идолам, языческим богам. Оставили меня, источник воды живой. Мы вспоминаем здесь Евангелие Таанна, четвертую главу, когда о себе, как об источнике воды живой, говорит Господь Самарянке. И в этой же главе такие слова. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы». Это ведь это тоже символ евангельский. Виноградник, который насаждает Господь, от которого он ожидает получить грозды, вдруг, оказывается, приносит дикие ягоды. Суд надеверным народом уже вот в начале своей книги народ, пророк Иеремия передает такими еще словами. «Говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отратится от меня. Вот, я буду судиться с тобой за то, что ты говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь свой? Ты так же будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Осирией. И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха». Тут речь идет о конкретной исторической ситуации. В коалицию с Египтом вступила Иудея против Осирии, и напрасно она это и сделала, потому что еще жесточе была наказана. Но мы тут наблюдаем образ неверной возлюбленной, такой обыкновенный, такой выразительный образ у пророков, и у Иеремии, и у Иосии, потом и у пророка Иезекииля, мы это услышим. То есть Господь призывает Израиль, как свою возлюбленную, вернуться к себе. Вот как об этом говорится в начале третьей главы. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него, и сделает свою жену другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не оскорнилась ли она этим, и не оскорнилась ли этим и страна моя? Так вот, был обычай, что вернуться к прежнему мужу жена не может, она уже оскорнилась общением со вторым. Но, когда речь идет о народе, Господь продолжает так. А ты со многими любовниками благодействовала, и однако уж возвратись ко мне, говорит Господь, подними глаза твои на высоты и посмотри, где не благодействовали с тобою на высоты. То есть на высотах, на разных, ставились идольские изображения, перед которыми приносили жертвы иудеи, что было, конечно, глубоким осквернением их веры. У дороги сидела ты для них, как рабитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Вот это укорение, оно звучит одновременно со словами «вернись». Именно так обращается через порога Господь к своему народу. «Вернись ко мне». Вот как в этой же третьей главе. «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени и приведу вас на Сион. И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнит о нем, и не будет проходить к нему, и уже его не будет. А ковчеги, говорит так, о нем забудут в те будущие времена. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа собираются в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, то есть соединится народ, и северное и южное царство. И пойдут вместе из земли, северной земли, в землю, которую я дам в наследие отцам вашим. И говорил я, как поставлю я тебя в число детей и дам тебе в Иерусалим землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал, ты будешь называть меня отцом твоим, и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мной вы, дом Израилев, говорит Господь. Итак, тут и стенание об этом вероломстве, и упование, прямое указание самого Господа народу на возвращение. Упоминание о ковчеге, который будет оставлен, а сам Господь будет среди Израиля. Напоминает ли нам, не напоминает ли нам, о откровении Иоанна Богослова? Помните, как вот сам Господь говорит, обращаясь к своим ученикам, это в Евангелии от Матфея, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, возьмите иго мое на себе, и научись от меня, и вы окродок и сморен сердцем, и обрящите покой душам вашим». И вот как звучит обращение Господа к своему народу словами пророка Иеремии. «Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и фекое трубите трубою, дайте знать огнем в Кареме, ибо от севера появится беда и великая гибель, разорюя дочь Сеона, красивую и изнеженную, пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее, каждый будет пасти в свой участок, приготовляйте против нее войну, вставайте, пойдем на полдень». Ибо так говорит Господь, «рубите дерева и делайте нас и против Иерусалима, этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение, как источит и свергнет из себя воду, так и он источает из себя зло». Вот это вот укорение за зло, за такое остервенение, в котором воспиталось народ, поклоняясь идолам, оно будет иметь возмездие, возмездие будет в виде осады, в виде разрушения, которое посылает Господь. Обратиться к Богу только так обрячет народ покой душам своим. Мы находим сходства со словами евангельскими вот в таких, например, еще словах пророка Иеремии. В 7 главе он говорит, «Не сделалось ли вертипом разбойник в глазах, нашего дом сей, над которым доречено имя мое?» Храм, то есть. Помните, когда Господь изгоняет торгующих из храма, Он делает бич и говорит, «А вы сделали дом мой вертипом разбойников?» Прямо те же слова. Или есть притча о виноградарях, о слых виноградарях, которые также превратились в разбойников по отношению к народу. «Се, оставляется дом ваш пуст, — говорит Господь в Евангелии от Матфея, когда покидает Иерусалим, не принявший его. А вот как у пророка Иеремии. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустынью». Плач Иеремии — это плач не просто, так сказать, с холодным сердцем, наблюдающего гибель виноватых. Это плач того, кто сам теряет, и сам скорбит вместе с народом. Он обличает язычество, потому что он сын священника, и очень в нем это не только потому что сын священника, а потому что он воспитан и совершенно пронизан преданностью Богу, как каждую букве закона, ко всем заповедям, ко всем обычаям, которыми Израиль выделен из прочих народов, как народ, принятый Богом для общения с ним, с Творцом своим. Вот как говорит Иеремия о Боге как истине. «Разбитое в листы серебро, привезенное из фарсиса, золото из уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них, биоцинту пурпур, все это дело людей искусных». Так он говорит о богах, украшенных золотом, серебром и пышными нарядами, о которых сами не что иное, как просто изделия искусников. «А Господь Бог есть истина, не могут выдержать негодование Его». Так говорит им, «Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут земли из-под небес». Вспомним в этой связи первые строчки книги «Бытия». Когда говорится о сотворении мира, мы ведь там читаем не космологический трактат о происхождении Вселенной, мы уже с первых строчек книги «Бытия» узнаем проповедь о единственном Творце, о едином Боге, который все сотворил, сотворил небо и землю, солнце и луну. Не солнце, не луна, не боги, как почитали их прочие народы и поклонялись звездам, то есть светилам небесным. Все это творение для языческого мира это было очень странно слышать. Как? Солнце – не бог, ветер, какие-то дубралы, стихии мира, море – это не боги? Да, для иудеев ничто не боги. Они ничему не готовы были поклоняться, ни за что и не стали бы поклоняться. Они знали, что все это творение единого Творца. И вот тут повторяет это Иеремия. Так говорит им, боги, которые не сотворили небо и земли, не исчезнут земли из-под небес, а Господь Бог есть истина. И мы эти слова вспоминаем и в Евангелии. Господь говорит, я ищу путь, истина и жизнь. Так говорит он, сам Господь. Иеремия взывает к Богу о правосудии, так, как мы уже однажды заметили Иов. Вот как это звучит у Иеремии. «Праведен будешь ты, Господи, если останусь судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобой о правосудии. Почему путь нечестил и благовуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь в сердце мое. Каково оно к тебе? Отдели их, как овец, на соклане, и приготовь их на путь, на день убиения. Долго ли будет сетовая земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет? Тут одновременно и такое признание в своем бессилии, Господи, почему так благоденствуют нечестивые? И вместе с тем, негодование против нечестивцев, долго ли они будут иметь успех и говорить, он, то есть Бог, не увидит, что с нами будет? То есть и укорение частицов, и одновременно сетвание той горести, которая сам переживает. Это очень личные переживания всего пророчества Иеремии. Он иногда совершает символические действия по указанию Бога. Например, в знак того, что Израиль, как народ близкий к Богу, соединенный с Ним, будет отброшен за сной нечестие, Господь велит Иеремии купить льняной пояс, заметьте, льняной, льняная одежда употреблялась для священодействия, такая чистая, не кожаная, как помните у Иоанна Претеча, пояс кожаный на чреслах его, а тут льняной, значит, такой, предназначенный для священодействия. Вот, Иеремия покупает, а потом говорит ему Господь, закопай там-то. Иеремия закапывает, потом достает его, и пояс этот прогнивший, никуда не годный, уже его невозможно надеть на себя. Так это означает, что народ, который был предназначен для избраничества, быть в тесном общении с Богом, оказывается негодным, прогнившим своими изменами. И такое приводит тоже выражение Иеремия в 12 главе. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Ну, действительно, как перевести это русской поговоркой, «черному кобеляне отмоешь до бела». Но Господь всесилен, Он и изменяющий свой народ, как блудную жену, неверную, возлюбленную, вернет и очистит, и восстановит. Как говорит Господь в Псалме, пророк Давид, в Псалме 24, «Все пути Господни, милости и истины» так помнит об этом и пророк Иеремия. Есть такое место, еще одно, у пророка Иеремии, который напоминает нам Евангелие от Матфея, где Господь говорит, «Горе беременному, питающим сосами все дни». Там речь идет о последнем судье Божьем. А вот как говорит Иеремия в 16 главе своей книги, «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены и пусть, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте семь, ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте семь, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые приведут их на земле сей. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены». «Горе беременному, питающим в составе», вспоминаемые. Сам Иеремия переживал тяжелые бедствия за то, что говорил истину народу, который не хотел обратиться. Так, например, он в пророческих таких действиях указывает царю Садыки, что ему надлежит уйти из Иерусалима, который будет осажден халдеями, и только если подчиняться иудеи Богу и примут наказание, и переживут гонение и пленение, тогда Господь вернет их. Но царь не послушался и погиб от рук халдеев, а пророк за свои пророчества был наказан тем, что посадили его в яму с грязью, из которой, впрочем, по ходатайству Абимиляха его извлекли. И в этих событиях, бедствий и гонений он провел всю свою жизнь. Так, например, когда халдеи окружили Иерусалим, и Бог возвещал через Иеремию, что не поможет Египет, с которым они пытались договориться, куда пытались отправиться. Сам Иеремия в это время хотел уйти из Иерусалима. Но его схватили в воротах, как будто бы он пытался бежать, но он не пытался бежать, просто хотел выйти неподалеку. И вот тогда-то как раз и посадили его очередной раз, это был в темничном подвале на много дней. И за пророчество, на котором он настаивал, его еще более наказывали. В иудейской земле, куда и были выведены покорившиеся халдеем иудеи, они пережили свое изгнание. Мы знаем, что именно в этом павелонском пленении произошло такое возвращение к закону, к правильному пониманию, к восстановлению тех текстов, которые были утрачены или забыты, к восстановлению учения, которое, казалось бы, полностью потеряло свою силу, когда иудеи оказались в вавилонском плену. И все торжество народа с его прекрасным храмом, построенным Соломоном, с его столицей, с его царями, все это торжество было поругано. Так вот, оказалось, необходимо было пленение, необходимо было это тяжелое вразумление, чтобы нашлись праведники, нашлись верные, нашлись те, кто были заинтересованы в сохранении завета. И этот урок не пошел даром. Народ вернулся, как и предвещал пророк. Так всякий грех не будет искоренен, избыт без наказания. И без этого наказания не может произойти возвращение к истине, как для человека, так и для народа. Продолжим в следующих беседах. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...